Подари городу историю. Акцию под таким названием проводит архив города Перми. К 295-летию Кривой столицы здесь предлагают горожанам присылать свои воспоминания, дневники, фотографии или видеозаписи, в которых запечатлены события прошлого. С течением времени это обретает все большую ценность. На некоторые уникальные пленки и снимки взглянула наша съемочная группа. Так праздновали в Перми день города 20 лет назад. Видеозапись, сделанная в 90-е годы, сейчас уже историческая ценность, как поясняют специалисты Пермского городского архива. Здесь интересно все. То, как одеты люди, как выглядели улицы и площади. Вот, например, еще прежний фонтан напротив драматического театра. Да и праздничный антураж был куда скромнее, чем в наши дни. К предстоящему 295-му дню города архивисты просят горожан поделиться домашней фото- и видеохроникой прошлого века и начала нового тысячелетия. Нас интересуют и дневники. Очень важный вообще как бы вид документа, потому что он раскрывает и человека. То есть мы через год вспомним о каком-то событии. Очень мало, ну или кратко его изложим. А если мы записали это в течение, допустим, одного-двух дней, оно будет представлено гораздо шире. К примеру, свой дневник подарила архиву пермячка Галина Лобова. Воспоминания о прошлом сопровождают фотографии. На этих снимках одно и то же старинное здание – дом губернатора, но с разницей в полвека. В 60-е годы в нем находился туберкулезный диспансер. Сейчас коммерческие организации. Часть присланных историй уже опубликованы на сайте архива. Например, воспоминания Лидии Камаевой о селекционерах разных пород голубей. Пермские высоколетные были тогда в числе лучших в стране. В советское время разведением этих птиц увлекались очень многие. Такие личные истории обогащают летопись города, считают в архиве. Мы задумывали это вот именно как подарок к дню города. Но мы занимаемся сбором, так скажем, воспоминаний на протяжении всей деятельности архива. Если человек не успел, так скажем, поучаствовать, он может и позже к нам обратиться. И мы с удовольствием с ним поговорим и документы примем. То есть нам надо собрать и нам надо сохранить. А вот те люди, которые уже придут именно историки для изучения, они могут дальше уже копать вот эту историю, ее разворачивать. Специалисты говорят, город стремительно меняется. И эти перемены в повседневной рутине мы порой не замечаем. Цель акции «Подари городу историю» – освежить в памяти недавнее прошлое. Все присланные работы специалисты сохранят. А наиболее яркие опубликуют на сайте городского архива. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.